Ну вот, наконец-то у нас нормальная осенняя погода. С утра идёт дождик, пасмурно, а значит, мы с вами пойдём сейчас на кухню готовить наш волшебный чай, который спас нашу семью от ковида. В течение двух лет в Израиле мы пили этот чай каждый день и не болели ковидом. Нам понадобится корица, чёрный перец горошком, гарам масала, турмерик, гвоздика, ну и, конечно, свежий имбирь. Этот рецепт выкопал Рафаил на каком-то сайте израильского блогера, который часто ездил в Индию, и этот рецепт буквально спас нас от ковида. Нарезаем имбирь тонкими ломтиками, но здесь нету точной пропорции по вкусу, сколько имбиря хотите, столько кладёте. Добавляем в кастрюльку одну чашку воды, мы будем делать чай на двоих. Добавляем туда дальше имбирь, чёрный перец горошком, кладём несколько звёздочек гвоздики и добавляем корицу. Опять же, можно и побольше, можно поменьше, как любите. Теперь мы накрываем кастрюлечку крышкой и доводим чай до кипения. Как только он закипит, огонь нужно уменьшить и томить чай на медленном огне 4-5 минут. Аромат по дому разливается невероятный, и уже чувствуешь себя более здоровым и бодрым. Ну вот, посмотрите, как вкусно выглядит наш чай. Теперь мы снимаем его с огня, ну или просто выключаем конфорку, и теперь нужно будет добавить туда обычный чёрный чай. Главное, чтобы он был без ароматизаторов. У нас чай в Ирландии очень крепкий, поэтому одного пакетика будет достаточно на двоих. На этом этапе нужно добавить турмерик и гарам масалу. Дальше можно добавить чайную ложку уксуса яблочного, натурального, и тогда молоко не добавляем. Но в нашем случае мы сделаем чай с молоком. Добавляется примерно ещё чашка молока, мёд по вкусу. Вот и всё, чай готов. Слушайте, запах – это просто... Я в Индии. Я в Индии. Что ты думаешь про индусов? Ты помнишь их у гроба Господня? У гроба Господня? Индусы? Да, паломники приезжали, и они так пахли вот этими вот индийскими специями, что просто входишь в храм, и ты знаешь, что там индусская группа. Не индусская группа-то. Как не индусская группа? Они, может быть, из Индии, христиане из Индии, может быть, сириане и маланкара христиане из Индии, или католики из Индии, но если они не индусы, по религии, их нельзя назвать индусами. Ну, а как что-то их называют? Их называют христиане Индии. Христиане Индии. Или граждане Индии. Дело в том, что индус – это не национальность, индус – это религия. Понятно. Но тогда получается, что, в принципе, у гроба Господня тогда настоящих индусов и не было. Они все были христиане Индии. Но они же по культуре всё равно индусы. Они одеты были в саре, они были с такими золотыми, знаете, украшениями. Ладно, индусы, пусть будут индусы. Но это не совсем грамотно. У нас и в Иерусалиме и индусов были, и буддистов. Но это обычно такие очень особые, которые их, наверное, приглашают на какие-то, не знаю, экуменистические встречи или молитвы за мир, как бы, всего мира. И Далай-Лама у нас был, но это как бы другая опера немножко. И индусов, есть индусов, есть израилетяне. Индусы. Индусы, которые, я имею в виду, освобождённые от служения в армии, поехали в Индии, вот, жили в каких-то храмах, ашрамах, а некоторые даже принимают эту веру. Индуизм. Индуизм. И начинают молиться Кришна и всё это. Да, в Израиле вообще есть такая тема. Люди идут в армию, попадают там во всякие боевые точки, травмируются, естественно. И потом после армии очень-очень многие едут в Индию за духовным исцелением, за просвещением там. Чтобы забыть всё. Чтобы всё забыть, там они, конечно, иногда наркотики, естественно, принимают всякие. Но кто-то, может, и правда практикует там какую-то йогу, я не знаю. Практикует, да. И возвращаясь в Израиль, у них такие, знаете, как мы сюда с Рафаэл называем, махшавод. Ну, кто-то из них, они поймут думы, мысли, мысли. О, я был в Индии, у меня такие теперь мысли, я теперь там понял, да. То есть вот этот момент, это очень всегда так интересно, через Индию приходит какое-то духовное просвещение. И представляете себе, мы приехали сюда, прошло буквально, наверное, два месяца. Мы живём в террасном доме, то есть у нас соседний дом, стена к стене к нашему. Вот так вот, 48 там или больше у нас, сколько, 60 с чем-то домов в нашей террасе. И они все так вот друг к другу таким вот рядом. Ну, вот как вот в этой вот песне. Our house in the middle of our street, our house. Вот это прям про нас. Вот такой вот дом посреди улицы, да, в террасе, вот наш дом. И, короче говоря, дом был пустой, и вдруг приезжают соседи. Индийские христиане. Ну да, у них крестик на машину, поэтому... Но у нас индусов, настоящих индусов, где у них у окошечка, там будет бог Шива или там Ганеша для счастья. Это такой слоник, такой очень симпатичный. Но таких тоже есть, да, вот однозначно. И что было интересно, чем они отличались от всех остальных соседей. То есть, в принципе, еще раз я не знаю про Англию, но здесь, в Северной Ирландии, люди обычно гуляют, ну, как бы сказать, с какой-то целью. Ну, например, с собачкой гуляют. Или родители с детьми гуляют на площадке. Здесь вообще очень редко дети гуляют сами. Хотя криминальная обстановка, ну, у нас в городе неплохая. Есть городки, где вообще она отменная, есть где плохая, по-разному. Но будет везде один и тот же такой вот манера поведения такая, да, что дети одни по площадкам до там 13-14 лет не бегают. Обычно они с родителями. И чаще всего родители вообще там на машине везут детей в какой-то хороший лесопарк. То есть здесь вот такой, знаете, все очень, ну, такой по-европейски. А тут, тут же их дети выбежали. У нас тут парк напротив на лужайку, чуть ли не босиком. И мы сразу сказали, о, да, вот это люди из наших мест, да. Вот они не понимают европейской, так сказать, нашей выучки, да. А они тут вот, понимаешь, будут. И это было не все. Что потом еще было? Помнишь? Мы тут от них... Что они разговаривали громко с телефоном, как бы вот как будто мы не поняли, где мы живем вдруг. Да. Как бы что это такое? Как бы вот сейчас они уехали, у нас как бы тихо. Но, в принципе, ну, правда грех жаловаться, что мы очень чумное семейство. И на разных языках мы можем говорить что как бы угодно. Нарожаться. Да, русский язык, наверное, для людей, которые не говорят по-русски, тоже звучит странно. Ход русский не родной у меня, но я на него разговариваю, реагирую как-то вот. Даже все думают, что какой-то русский Ваня живет здесь. Я иногда говорю, ты хоть не по-русски ругайся, по-английски, чтобы мне не позорь мой народ, мою нацию. Да, ну вот, про индусов. Так, в общем, они по телефону. Но я громко по телефону, особенно если я разговариваю по WhatsApp с кем-то, но никогда не ставлю это так, чтобы как бы все из района. Папа ихний выходит вот прямо на улицу, вот прямо под наше окно, становится. И прямо вот два часа я в индийском сериале. То есть я сижу и слушаю в непонятном языке, потом друган к нему еще на машине подъезжает, они вдвоем начинают. И я не понимаю, почему нельзя разговаривать у себя в саду или у себя. Она тебе не сказала точно откуда, она, по-моему, они где-то из юга. Они с юга Индии, я не помню название деревни, естественно. Какая-то очень маленькая деревня. То есть это совсем маленькое место, и они католики. Дети ходили там в школу миссианскую, то есть католическую. И поэтому, когда они приехали сюда, у них был какой-то запас. Не миссианскую, миссия. Ну, в смысле миссия, не миссианская. Ну, миссионерская. Ну, в смысле, что дети ходили в католическую школу. И когда они приехали сюда, они пошли в ту же школу, где мои девочки, St. Mary's High School, католическую. И английский какой-то у них уже был. В общем, они там были как дома. Но что здорово, по воскресеньям. Они ходили пешком в храм всегда. Всегда. Хоть у них машина есть. В столяне? Ну, они вот такое обычное. Всегда. Вот утро они выходят, все семьёй, они идут в храм. Все. У них три девочки было. Три девчонки. Да, да. Притом, интересно, в возрасте примерно, как наши Марта, Рут и Кася, и одну из девочек звали Анна. Ну, я как историк еще и религиовед, я возвращаюсь к истории про индусов. Почему я всегда говорю Анна? Анна, они не индусы. У индусов есть очень строгая система каст. Ну, несмотря на то, что в наши дни Индия, это демократия, и человек может стать, я не знаю, миллионером, бизнесменом, звездой, политиком, даже если он и самая низкая каста. Но каста играют, всё равно играют в современной Индии тоже определённую роль. Да, вот христиане вне каста. То есть нету каста христианин. Да, и, кстати, у них не было... Они не входят в эту систему вообще. У них не было вот этой точечки здесь. Да, 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 да. И это означает, что быть христианином в Индии, это, в принципе, не очень большая, как бы, привилегия. Значит, да. С точки зрения каст, как бы, то есть это, как бы, ну, низина такая, как бы, то есть они не в этом, как бы... Слушай, их же ещё там мусульмане притесняют. По-моему, да, я помню такая... Ну, это уже будет сейчас... Ну, неважно, но всё равно. Ну, я имею в виду, что это как-то добавляет... То, что мы называем Пакистан, это тоже искусственное, в принципе, созданное государство, потому что вот на территории, то, что мы называем Индии, та часть, которая ближе к Афганистану, Ирану, там есть ещё и больших, то есть численность мусульман, как бы, естественно. То есть вообще Индия, что интересно, что там на самом деле очень много вероисповедений, и называть всех индусами, это просто неграмотно, как бы, неправильно. Даже в самом индуизмом есть разные направления, то есть, как бы, да, вот, которые друг с другом не совсем, как бы, ладят. У них такой полиэтеизм, но с другой стороны, у них очень древняя литература, древнейшая в мире. Ну, я знаю, что некоторые русские, которые ищут духовности, они даже называют ведическая русскость, как бы, потому что они любят найти связь, они считают, что оригинальные люди, которые принесли культуру. В Индии это были не те и не, как древние славяны. Но, это, извините, веды, у нас ведать, да, дева, дива. У нас с санскритом есть просто одинаковые слова совершенно. С лингвистической точки зрения, да. Индия имела вот свой, как бы, Индия имела свой исконный народ, и они были завоеваны арийцами. Арийцы это не нацисты, это не балакурые люди, это, в принципе, мы не знаем точно, откуда были эти индоевропейцы или арийцы, но они, скорее всего, из, или есть разные теории, кавказцы или люди, которые жили где-то в Сибири. То есть, это племя, в которой из нее вышли все языки, то, что мы называем индоевропейские, славянские языки, греческие языки, германские языки, то есть, кавказские языки, они все исходят из одного племя, к которой язык, естественно, не сохранился, это есть гипотетический у лингвистов, как бы, то, что называется, индоевропейский язык. Это очень интересная тема, это отдельная тема. Штирлиц был истинный арийец. Слушайте, вот чешет, вот что значит историк. Вот, видите, чай с женой пьет, вот, видите, лекцию читает. А вы знаете, что действительно Рафаэл читает лекции на ТОПОСе? Попасть на наш сайт ТОПОС очень просто. В любом поисковике, гугл, яндекс, печатаем topostours.ru. Нажимаем на кнопку «ввод» и попадаем на наш сайт «Клуб путешествий ТОПОС». Теперь прокручиваем страничку немножко вниз и сразу же видим рекламы. Здесь у нас подписка на лекцию номер 16 и 15. Это две последних лекции Рафаила из цикла «История Иерусалима». Чтобы получить вечный доступ к лекции в записи, нужно нажать на картинку. Ну, здесь, кстати, можно почитать описание и подробные инструкции, как оплатить. А также здесь можно купить все прошлые лекции, которые уже прошли, прямо начиная с первой. Внимание! Если вы платите из-за границы, то есть из Америки или Европы, то вы нажимаете кнопку «Оплатить» и выбираете здесь «Оплатить PayPal или международной кредитной картой». Если же вы платите из России, то оплата происходит по той инструкции, которая дана здесь. После оплаты где смотреть лекцию? Для того, чтобы посмотреть, нужно зайти в ваш профиль. Это личный кабинет на нашем сайте. Выбрать вкладку «Мои лекции и курсы» и здесь обнаруживаем лекцию номер 16, например, на которую вы подписались. Кстати, здесь же будут и все подписки на утренний кофе. Если вы подписываетесь из России, то, к сожалению, через YouTube невозможно. Его нет только через наш сайт. Итак, нажимаем на картинку с лекцией и вот она здесь сразу появляется. Плеер. Достаточно его нажать, запустить и вы можете смотреть лекцию Рафаила в любое удобное для вас абсолютно время, без ограничений. Лекция остается навсегда с вами. А еще все экскурсии и лекции и мои, и Рафаила на Топосе можно найти вот в таких карусельках. Смотрите, лучшие экскурсии Рафаила Мусан-Леви по Иерусалиму. А вот они и лекции с первой по седьмую, дальше с восьмой по двенадцатую и так далее. Тут и дальше мои экскурсии, ну и мои лекции тоже, если кому-то интересно. Все это очень легко приобретается, недорого и главный доступ вечный всегда останется в вашем личном кабинете. Приходите, покупайте лекцию, ее вечный доступ будет ваш через сайт Топос. Если вы хотите все остальные пятнадцать лекций по истории Иерусалима, это все есть на Топосе. Ссылки все в описании к этому видео. Но теперь наши зрители, наверное, уже готовы выключить видео. Они же хотели узнать наверняка, что индусы делают в Северной и Ирландии. По итогам 2021 года около 89 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома по всему миру. Из них 27 миллионов были беженцами. Цифра немалая, и Великобритания как раз одна из стран, которые беженцев принимает. Но не из любой страны, разумеется. В 2023 году в пятерку наиболее распространенных стран вошли Афганистан, Иран, Пакистан, Индия, Бангладеш, ну и потом добавилась еще и Украина. На сегодня у нас проживает 274 тысячи беженцев из Украины. Это по всей Великобритании. Беженцы живут на пособии и могут привезти свои семьи. Ну а вообще всего в Великобритании живет 32% жителей иностранного происхождения. Они прибыли в основном из пяти стран. 9% из Индии, 8% из Польши, 6% из Пакистана, 5% из Румынии. Тут и браки, и студенты, и рабочие визы. И так далее. Ну, доля иностранных рабочих в Великобритании всегда была немаленькая и неуклонно росла на протяжении последних 20 лет. И вот за всего лишь 2024 год она выросла с 9% до 21%. Представьте себе, почти 7 миллионов человек иностранных рабочих трудятся сегодня на просторах Великобритании. На заводах, фабриках, на стройках, на кухнях, ресторанах, в больницах, в домах престарелых. В Северной Ирландии, кстати, уровень иммиграции низкий. У нас всего лишь 6% населения родились за пределами Великобритании или острова Ирландии. Почти 97% людей здесь называют свою этническую принадлежность как белая. И тем не менее, в Белфасте есть целые улицы, даже районы, где живут преимущественно иммигранты. Есть много восточных азиатских ресторанов и кафушек. Есть и наше любимое место, где фалафель и хумус, ну, почти как в Иерусалиме. Во-первых, сейчас эмигрировать в Англии очень трудно, очень сильно. Во-первых, как бы не очень, как бы, когда мы приехали сюда, еще и был ковид, и еще цены на визы, и надо было доказать доход, что у тебя есть определенный доход, а сейчас повыше ли ты эти требования? Короче, threshold, этот порог, который для того, чтобы получить визу, вот если сейчас семья подает, ну, например, да, семейная виза, муж, допустим, англичанин, жена, допустим, какой-то другой страны, а если раньше... Шведка, итальянка, демальянка. Ну, к примеру, да, испанка, они часто на испанках женятся. Например, если раньше он должен был зарабатывать вот такую сумму, то сейчас в два с половиной раза больше в год. То есть это огромные деньги. В принципе, для многих провинциальных городков Великобритании вообще столько денег в год не надо, чтобы прожить, но чтобы получить визу и привезти свою очаровательную иностранную супругу, надо зарабатывать... Показать лондоновский доход. Доход лишний. Они сперва делают так, вот как делала мама, наша соседка. Она приехала первая. И полгода или год она здесь жила одна. Когда они переехали, она тоже, их ментальность, она постучала мне в дверь. Здравствуйте, я ваша новая соседка, вот на таком английском с индусским акцентом. И я тут же вышла, я её поздравила, добро пожаловать. То есть она не сказала, что мы с вами тут три месяца как местные жители. Вот, и мы с ней пообщались. И она мне объяснила, что она приехала уже год назад, и вот только сейчас она может привезти свою семью, поэтому она сняла эту квартиру, чтобы уже для семьи. До этого она жила в какой-то там, ну, чуть ли не с подружками в одной комнате. Кем они работают? Они в основном работают в медицине, в смысле, как бы в больницах, медбратья, медсестёр. Ну, иногда более квалифицированные, они тогда врачи. Но я скажу так, мне кажется, что то, что Британия, особенно сейчас после Брексита, то есть выход из Евросоюза, Британия вышла из Евросоюза, и вообще в Британии много сейчас потрясения, и это вообще не самое как-то, я бы сказал, привлекательное место в мире находиться. Не то, что я жалею, но это объективно так. Да, вот, они борются сейчас с иммиграцией. Я это понимаю, но мне кажется, надо было бороться с нелегальной иммиграцией. Вместо этого они борются и пытаются снизить количество легальных иммиграторов. Почему не работают местные? Я объясню почему. Потому что сейчас у нас тут такая фишка, что наша система здравоохранения очень мало платит. Они мало платят, и им гораздо выгоднее нанимать индусов, которые за эту маленькую плату до недавнего времени были согласны, собственно говоря, работать. И в результате местные не стремятся идти в медицину. Врачами – да, да, конечно. А врачи в основном все местные. А вот медсестры, медбратья и особенно нянечки, вот этот нижний персонал, нижний персонал в больниц, вот они в основном индусы. И они готовы на любую черную работу. Но, как мне рассказывали знакомые, которые работают в этой системе, заканчивается все очень смешно. Потому что нанимают в больницу кучу индусов с надеждой, что они будут делать тяжелую работу. Или только индусов, и мусульман, и разные. Ну да, в основном индусов. А потом, значит, нужно там больному сделать то-то и то-то. А он тебе говорит, я не умею, а я не знаю. Да, это я должен делать. И в результате медсестра, местная, да, англичанка или там ирланка, она выражается на букву «ф» и идет, делает сама. Потому что иначе... И вот в результате, мне рассказывала одна из знакомых, которая здесь как раз медсестрой работает, она говорит, это, говорит, все фикция. Они, как бы, да, они на низкой зарплате, они, по идее, должны все делать, все делаем мы. Притом абсолютно без дополнительной платы. И в результате все все равно висит на нас. И это большая несправедливость. Поэтому у нас все время везде висят плакаты. Спросите наш НХС, систему здравоохранения. Повышайте зарплаты местным медсестрам. И тогда, в общем, короче... А главное, если ты пожалуешься на такой, как бы, рабочий, и так далее, могут и тебе сказать, что ты его обижаешь национальных меньшинств. И, как бы, тут, как бы, очень строгие законы по поводу этого, как бы, вот, что даже если ты пожалуешься на человека, который имеет, не знаю, другой цвет кожи, и он действительно что-то, может быть, делал... Не так. Непорядочное, да? Но если ты об этом говоришь, и он скажет, что ты пожаловался на него именно потому, что у тебя какие-то предрассудки, тебя уволят просто, и тебе закроется путь работы. Потому что здесь абсолютно diversity and inclusion. Это значит, нужно всех уважать, всех включать в жизнь общества, ко всем относиться толерантно, терпимо, все. В общем, короче, Рафаэль очень хорошо говорил, что, чтобы получить работу, что нужно тебе сделать? Чтобы тебе получить здесь работу, в супермаркете. Ой, ну ладно, как бы вот... Тебе нужно сделать имидж, что он у нас инвалид, голубой, еще нужно цвет кожи, чтобы был черный, и вообще-то он женщину-мого мужчину. Я не понял, я не понял. Тогда сразу дадут работу. Я боюсь, меня обижают, меня обижают, меня не любят, меня не любят. Я тоже человек. Я человек. Вот. А нормального мужика с нормальной ориентацией, как бы, да, вот. Нет, ну я шучу, конечно, нет. Работают нормальные мужики с нормальной ориентацией, но просто есть такой момент, сами местные над этим смеются, потому что это какая-то директива, спущенная, вот, как говорится, сверху. Обратный тоталитаризм. Обратный тоталитаризм. Совершенно верно, что человек вот должен быть инвалид, транс, голубой, еще чернокожий, и тогда вот перед ним все двери открываются, как бы, да? Мы знаем, например, одну женщину, как бы тоже, которая живет здесь, которая, она потеряла свою работу в образовании, да, она вот. Только чуть громче говорим. В образовании школы, как бы, вот, она потеряла работу именно из-за конфликт, который у нее был каким-то представителем национальных меньшинств. Ну, короче, мы это все знаем, мы это все понимаем, как бы ни одна страна не имеет, как бы, идеальные, там, условия. Ну, идеальные, не идеальные, а у нас уже закончился индийский чай. Все, дорогие друзья, мы побежали дальше, побежали по своим делам. Обнимаем всех. До самых скорых встреч. Пока. До свидания.